Всем привет, подписчики моего канала, гости, заходящие на мою страницу, моя аудитория, всем, кому интересны мои ролики. Сегодня будет уже третий видеоролик, посвященный вот этим пластинкам фоно-хрестоматии СССР. И сегодня мы будем слушать, я еще ее не слушал, это голос Надежды Константиновны Крупской, запись выступлений. Вот сейчас будем слушать. Вырастить смену, смену крепкую, из речи на всесоюзном совещании жен хозяйственников и инженерно-технических работников 11 мая 1936 год. Науку приблизить к массам из выступлений на второй сессии в ЦИК 2 февраля 1936 год. И жизнь стала светлой. Из выступлений перед избирателями в городе Серпухове, ноябрь 1937 год. Вот так вот пластиночка, как мы видим, оформлена. Это город Санкт-Петербург, Ленинград, как он тогда на тот момент назывался. Сейчас мы будем слушать. Как мы видим, пластинка, ну, прям очень хорошего качества. Ну, только вот пыль на ней слегка заметна и больше ничего я не вижу. Вот сейчас будем слушать. Она 33 оборота. Будем слушать на проигрывателе электрофон радиотехника 301 стерео. Кстати, очень много комментариев было. Я очень благодарен своим подписчикам, что они оставили комментарии. Очень интересно было почитать. Ну, давайте послушаем эту пластинку. Я сам еще ее не слушал. Послушаем вместе. В речи на Всесоюзном совещании жен хозяйственников и инженерно-технических работников 11 мая 1936 года, Надежда Константиновна снова говорила о воспитании детей. Мы из наших ребят должны вырастить смену, смену крепкую, смену сильную, физически сильную, чтобы гемоглобину, я не знаю, сколько у них в крови дуло, чтобы легкие были настоящие, дышать всей грудью, как можно было. Должны ребят вырасти таких, которые бы, знаете, и радостно жить могли, впитывать в себя всю радость жизни, и которые в то же время были бы и людьми, интересующимися наукой, двигающимися ее вперед, и организаторами этой новой жизни, и которые умели бы свои знания передавать самым широким мысом. Чтобы вырасти таких ребят, надо и самим вырасти. Другой отрывок из этого же выступления показывает, как Надежда Константиновна умела беседовать даже с самой большой аудиторией, как, казалось бы, незначительные факты служили основанием для большого и серьезного разговора. Я хочу сказать, что, конечно, та великая перестройка, которая идет по всей линии, перестройка всей жизни, она не может не отразиться на быту. Раньше был такой разрыв. Жены инженеров, жены ответственных работников, они далеко стояли от рабочей массы, жили замкнутой жизнью. Я вот помню, мы в 1929 году с Марией Ленишиной, с сестрой Владимиром Ильичем, были на Северном Кавказе, в таком садхозе, хуторок. И вот мы устроили там собрание работниц, это садхоз, работниц женской собрания, чтобы они рассказали о своей жизни, обо всем. И вот что меня поразило, что они рассказывают и все к одному и тому же возвращаются, к жене директора. Уж чего-чего они про эту жену не грудили. И 15 копеек каких-то она зажилила, и еще чего-то такое. Я думаю, что это такое? Думаю, что за ужасная такая жена. А потом пошли к этому директору на квартиру. Смотрю, жена как жена. Очень славная, очень симпатичная женщина, но живет в замкнутом, живет вне, будучи связанной с массой, живет вдали от общественной работы, как в старинку говорили, вне общественных интересов. И вы знаете, как ей само это спило, как она рада была уйти из этого футборка куда-то в гущу жизни, как ей томительно, как ей скучно. И стало мне ее жалко, и стало понятно, почему к ней так придираются. Глубоко волновало Надежду Константиновну все, что было связано с народным образованием, распространением знаний среди широких масс. Об участии в этой работе крупных ученых нашей страны рассказывала Надежда Константиновна в выступлении на второй сессии в ЦИК. Сделана эта запись на вечернем заседании 2 февраля 1936 года. Я хочу сказать пару слов об Академии наук. Вот недавно пришлось обратиться к ряду академиков по вопросу о необходимости брать настоящую научно-популярную литературу. Помочь выработке научно-популярной литературы. Вот мы обратились в письмо к ряду академиков. И наши академики, крупнейшие ученые, председатель Академии наук, товарищ Карпинский, которого сессии ЦИКа приветствовал так. Он написал, что поговорил с президиумом, поговорил с непременным секретарем Академии товарищем Горбуковым. Обдумывая не как это дело организовать, получился ответ от Академика Павлова, имя которого известно всему миру, который громадно имеет научные открытия. И он пишет, что, конечно, не бросит свои научные работы, но говорит, посмотрит, кто из тех, кто им помогает в работе, кто из тех вводит для того, чтобы писать популярную литературу, и даст им какие советы. Академик Рожановский, академик Карпинцы, академик Бритский, Фешон, Бах, все они горячо позвались на вот эту просьбу помочь в писании популярной книжки. Это знамение времени. Это показывает как то, чего, так сказать, хотел Владимир Ильич, о чем он говорил не раз. Как это подхватывается сейчас ученым, и как ученые нашей великой Родины стараются дистрибно науку приблизить к носу. Последнее по времени выступление Надежды Константиновны из сохранившихся в звукозаписи относится к 1997 году. В один из ноябрьских дней кандидат в депутаты Верховного Совета Страны Крупская приехала в подмосковный город Серпухов для встречи со своими избирателями. Надежда Константиновна была взволнована до глубины души. Она говорила о главном, о счастье служить народу, великому ленинскому делу. Товарищи, на мою дулю выпало громадное счастье. Вы члены нашей большевистской партии. Работать под руководством товарища Ленина, видеть, как наша страна и страну темной, и страну бедной, и страну за топливом царизмом, помыщиками и капиталистами, превратилась в страну социализма. Это счастье, величайшее счастье. Сейчас, когда приходится присутствовать на целом виде собраний и видеть, как случилось наши массы, с какой любовью они относятся к нашей партии, с какой любовью они вспомнили, с какой любовью они относятся к руководству нашей партии. Спасибо, товарищи. Я чувствую себя чрезвычайно счастливой. Товарищи, позвать вас, позвать вас, позвать вас, позвать вас за то доверие, которое вы оказали. Я рада, что я прикреплена к вашему району. Это район текстильный. А я в большевичку как раз работаю в районе, где было очень много текстильных фабрик. Все это пережитие стоило в памяти. Я помню, когда приехал Владимир Ильич в Ленинград, я уже тогда была марксистой. В 2001 году, 1994-1995 год, как приходилось, я была тогда учительницей вечерно-воскресной школы. И вот мы встречались с Владимир Ильичом. Он работал в пары же в отдельной кружке рабочих. А его ученики были, многие из них были в вечерно-воскресной школе, в которой я занималась. И вот я помню, все разговоры обыкновенно в воскресенье Владимир Ильич из своего кружка едет заезжать по дороге ко мне. Я ему рассказываю все, что я узнала, как живут рабочие, как они, что были, чем волнуются. Я помню, как тогда приходилось, садившись платок, подработница, так сказать, садить. Вот я на фабрику тоже, там, теперь красный ткач. Там один ученик мой провел меня туда, как будто бы моя работница куда-то шла. И вот я видела, в каких ужаснейших условиях жили ткачи там. Потом число было связано с текстильными саприками. И там приходили ученики после громадного часов, которые они заняты. После тяжелейшей работы. И вот обо всем этом мы говорим с Владимиром это это страшно сближать. Мы приходится видеть и колхотников, и рабочих, и учиться видеть разные свои. И видишь, чувствуешь, какой громадный подъем. Как я смогу четче понимать, за что шла борьба, за что она будет идти. Ведь все это понимают, что движение конченостью, что конституция раскрывает только с чужими двери для борьбы за еще более смертной жизни, за еще более счастливой жизнью. Мы, конечно, правильно говорим. Жизнь стала счастливой, жизнь стала светлой. Это мы можем справиться говорить. Но мы же знаем. И сейчас все будет тем молоком, тем лучами, которые светят всему миру. сейчас как товарищи рабочие других стран, как они смотрят на наших союз советских патриотических республик, где будет вернуться дружба народов, честнейшая дружба народов, как они смотрят, каким доверием, какой любовью. патриотом и патриотом и патриотом 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 и патриотом всем спасибо. дружба. патриотом